Привет, парни, привет, медведи, привет, подписчики и гости канала. Ребят, сегодня хочу поговорить про Ягана Себастьяна Сергея Ака, Святого Человека. Посмотрел я его ролик, который вышел у него на Меднях, ролик называется «Как стать счастливым». Я такое увидел, думаю, ну все, сейчас что-нибудь я там хорошее для себя возьму, подчеркну и, может быть, стану более счастливым, нежели я, чем есть. Я здесь открываю ролик и... Боже мой, зачем я это снял, я не могу скупить, берите. Серега, отдай мне вот эти минуты жизни, которые я потратил на этот ролик, верни мне их, блин. Что ж ты, твоего? Я, когда его смотрел этот ролик, слушал, я, короче, сидел с очень грустным лицом, я не становился счастливее, я сидел с грустным лицом, но при этом внутри я смеялся, да. Я смотрел на количество лайков, и я еще больше начинал грустить, потому что я понимал, что людям это нравится, то, что он там говорит. Когда я начал читать комментарии, я начал плакать, я начал рыдать, я понял, что лень не махнет, а лень не вымрет. А лень, какая разница, что им РСП, не РСП, ОБЖ, там, МЖ, БЖ, и кто угодно ему будет в уши втирать, либо это будет Иоганн Себастьян, там, Никби, Леха Афонжин, ему все это, все это моча, да, что Божья Роса, или как оно там правильно говорится, не суть важна. Значит, что предлагает Иоганн Себастьян? Я не могу это без мека вспоминать этот ролик. Значит, он предлагает реально стать счастливым. Не важно, где ты находишься, в каком месте, что с тобой происходит, да, в твоей жизни вообще. Вот он привел даже пример, что тебя посадили пожизненно в тюрьму, вот ты сидишь в камере для пожизненников, и ты там можешь быть свободным, ты там можешь быть счастливым. Он, наверное, даже вообще не вдупляет, да, что такое камера для пожизненных, какой там режим и все остальное, что там происходит. Ну, я тоже там не был, но я видел ролики, их очень много, я смотрел, и там какая-то дичь, я сомневаюсь, что там можно себя почувствовать счастливым, и уж тем более свободным. Но Иоганн пошел дальше, он сказал, говорит, он говорит, ты же все равно ложишься в камере для пожизненных спать, отдыхать, правильно? Говорит, и вот тут ты ложишься, ты себе что-то представляешь, абстрагируешься этого всего, тебе снятся сны, что ты гуляешь с красивой девахой по побережью океана в Доминикане, или на Гуа, или еще где-то, да, тебе подносят коктейли охладительные, и ты просто наслаждаешься жизнью. Не важно, где ты находишься, абсолютно не важно, ты можешь это себе все только представить, и в твоей жизни наступит счастье, умилотворение, радость. И у меня сразу же вопрос. Иоганн, Серега, а что ж ты, сидя на своем сломанном унитазе в Москве, не представлял, что это позолоченный трон? Что ж ты свалил в Турцию? Что ж тебе Россия-матушка-то наша так не понравилась, что ты полез на турецкий хрен, а? Турецкий хрен слащий, да, немытый, вот эти вот Россиюшки-то наши, бедолаги-то несчастные, да? Здесь не представляется, да, себе, то есть ты не можешь абстрагироваться от этого всего, да? Трудно, да, согласись, трудно, да? Ты поехал в Турцию, представляй, какой ты счастливый. Вот я как-то ржал, я смотрел, я такой читаю комментарии, вот эти вот комментарии, которые пишут, что вау-вау-вау-вау, молодец, Себастьян, я такой думаю, да, да, это все, короче, там даже я комментировать не буду, там все понятно, зомби, блядь, оленяки одни сплошные, не суть важна. Значит, сидит он такой, да, в Турции на побережье Черного моря, да, сидит такой на шикарном диване, да, где у него там теплый климат, со своей женой поживающей, припеваючи, да, и рассказывает, вы там живите на своих сломанных унитазах, абстрагируйтесь от всего, сидите в тюрьме, абстрагируйтесь от всего, будьте счастливы, да? А ты, блядь, вот это, понимаете, вот это вот вся суть, да, вот этого мужского движения. Вот этим вот оленям, да, им, что, неважно, короче, да, вот это вот моча, что божья роса, да, я бы православному сейчас сказал, нет? Не знаю, напишите в комментариях, да, или нет. Так вот, им, чтобы в уши не ссы, да, чтобы в глаза им не ссы, они все такие, да, да, да. Один эмпирический психолог, да, он в уши им ссы, а те, да, да, да. Этот говорит, бросайте работу, те, да, да, да. Этот говорит, я тебе сейчас бывшую верну, да, да, да. Вот этого стада баранов, блядь, да. Вот эти вот лайки ставят, комментарии вот эти вот пишут, да, аплодисменты вот эти вот. Стадо баранов просто-напросто. И Аган Себастьян призывает людей бросать работу. Не надо, к вам деньги и так сами придут, абстрагируйся. Почисти свои чакры, наступит у тебя душевная равновесие, ты выйдешь из нирваны, и у тебя под подушкой будет лежать карта с лямом баксов, да, наверное, так это работает или как? Я не понимаю, как может человек абстрагироваться, которым действительно живет, существует буквально там за какие-то копейки, да, и Аган ему говорит, бросай работу, не работай за эти копейки, абстрагируйся. И он живет на съемной квартире. Денег у него нет. Работу он бросил, потому что Аган попросил тогда, сказал, что так будет лучше. Сидит, его выкидывают на улицу, как паршюлую собаку. Ему некуда идти, ему нечего есть. Зато он включает на телефоне ролик на Ютубе, да, первый циничный, и у него наступает умиротворение. И Аган, а что же ты собираешь донаты-то? Ведь это тоже, в принципе, работа. За что ты-то живешь? Ты живешь за эти самые донаты, которые тебе приносят те самые люди, которые, между прочим, работают. А ты говоришь, если человек работает, значит, он раб. Что работа произошла от слова раб. Да. Да? Ты уверен в этом? Вот ты свою жопу, блядь, держишь на диване. Кто этот диван сделал? Рабочий. Ты в доме живешь. Кто этот дом построил? Рабочий. Ты на самолете летаешь. Кто этот самолет построил? Рабочий. Ты по дорогам ездишь. Кто вот эти дороги построил? Рабочий. Ты идешь в кафе, кто тебя там обслуживает? Рабочий. Ты пользуешься интернетом, кто интернет изобрел? Рабочий. Обычные мужчины. Ты призываешь всех, бросайте работу, бросайте свои вузы. А кто нас будет учить? Кто нас будет лечить? Кто будет вот это вот все строить? Где мы будем жить? В первобытный век возвращаться? В пещеры ты обратно зовешь людей? Я не понимаю. Ладно этот, кукухой поехавший, блин, Яган, Себастьяна, Ка, Серега, православный, да, батюшка, или кто он там. Ладно, у него кукуха съехал. Так у него уже последователи. Они же идут за ним, они же его слушают, открыв урон. А он ему так вот достал свой член и вот так вот туда вот поливает. И они такие, да, хорошо, хорошо, хорошо. Мы это все проглотим. Еще Серега нас накормит. Нацари нам еще вот сюда вот. Нацари. Давай, давай, давай. Я не знаю. Я действительно, я поражаюсь. Я боюсь уже остальные его ролики смотреть. Боюсь. Вот реально, парни, блин. У мужика реально поехала кукуха. Вот все, мне кажется, он его уже шиза, блин. Он бы взял бы, ради бы эксперимента остался бы на своем сломанном диване, отказался бы от донатов и пожил бы. И я даю гарантию просто-напросто, что вот эта вот жирная, вот эта поехавшая кукуха, блин, херня через месяц бы взвыла и побежала бы работать. Работать. На любую работу, чтобы только свое пузо, блин, в объеме не уменьшить. А вы его слушайте, а вы его смотрите, а вы ему доверяете. Все, ребята, мне в принципе больше нечего сказать. Я свое мнение высказал по поводу Ягана Себастьяна, по поводу всех тех, кто ему там пролайкал. Написали вот эти хвалебные оды и отзывы. Добавить мне больше нечего. Ладно, ребята, берегите себя, думайте своей головой. Прежде чем смотреть вот такие вот ролики и следовать вот таким вот различным урокам недогуру, вы подумайте, а какие последствия могут быть лично для вас, если вы сделаете то, о чем вас там просят. Ладно, ребята, честь имею. Берегите себя, своих родных и близких. Пока. Продолжение следует...